ДИАЛОГ 8496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моей сегодняшней гостье. А в гостях у меня сегодня начальник Щелковского управления социальной защиты населения Жанна Пеняева. Здравствуйте, Жанна Альбертовна. Добрый вечер. Вначале, как водится, может быть, и некоторый итог подведем уходящему году. И вот хотелось, конечно, может быть, начать с цифр. Вообще, как много жителей нашего района пользуются услугами органов соцзащиты? На территории Щелковского района работает Щелковское управление социальной защиты населения, а также три подведомственных учреждения. Это комплексный центр социального обслуживания населения, который оказывает услуги гражданам пожилого возраста. Это центр для несовершеннолетних семья, который оказывает услуги семьям с детьми. И также центр психолого-педагогической помощи населению «Янтарь». На протяжении всего 2015 года данными учреждениями и управлением было оказано свыше 940 тысяч услуг. И принято 110 тысяч человек по различным направлениям работы. Это как предоставление льгот через Щелковское управление социальной защиты населения, так и различные виды социальных услуг через наши подведомственные учреждения. 2015 год был не исключением. Были приняты новые нормативные документы в 2015 году, которые определили, скажем так, оказание социальных услуг в соответствии с федеральным законом. То есть вступил в силу 442-й федеральный закон, по которому все услуги, которые оказываются нашими подведомственными учреждениями, они оказываются при разработке индивидуальной программы. То есть каждый человек, который желает получить услугу, теперь получает на руки индивидуальную программу, где описаны все те услуги, которые ему необходимы. То есть все эти услуги оказываются по согласованию и по заявлениям граждан, которые в них нуждаются. Но это, опять же, для каких-то определенных категорий. А вообще, вот, ну так скажем, кого больше, да, кто превалирует? Какая категория? Пенсионеры, льготники, инвалиды или, не знаю, малобеспечные семьи? На территории Щелковского района около 86 тысяч человек пользуются различными льготами, которые предоставляют органы социальной защиты. Это, ну, практически одна треть населения. Из данных категорий, это в основном, конечно, пенсионеры, самая многочисленная, скажем так, группа ветерана труда, ветераны военной службы, их около 23 тысяч. Следующая категория – это инвалиды, которых 14,5 тысяч проживает на территории района. Кроме того, на учете у нас состоит 650 детей-инвалидов. Кроме того, ну, к сожалению, их с каждым годом все меньше и меньше. На сегодняшний день 371 инвалид войны и участник войны. Вот, а также на учете у нас состоят и получают детские пособия. Это 2600 семьей, в них 5200 детей. Если взять еще те семьи, которые неблагополучные и нуждаются, скажем так, в участковой социальной службе, которая у нас в центре семья, ну, таких семей у нас около 9 тысяч, которые за 2015 год получили какие-либо услуги. Ну, давайте еще, если обратиться опять же к прошлому году, какие-то нововведения в работе органов соцзащиты произошли в том году? Ну, как я уже отметила, это основной 442-й федеральный закон, который определил, скажем так, не только порядок предоставления этих услуг. Также в данном федеральном законе были утверждены перечень предоставления данных услуг, то есть какие учреждения, какие услуги могут предоставлять. Также была определена категория граждан, кому данные услуги предоставляются бесплатно, кому частично оплата, а кому за, скажем так, полную стоимость. То есть это вот основной закон, который, скажем так, регламентировал оказание социальных услуг в Российской Федерации. Помимо этого был принят областной закон 162-й, который расширил круг лиц, которым услуги могут быть предоставлены бесплатно, ну и также были приняты ряд положений, постановлений, которые также регламентировали 442-й федеральный закон. А сильно отличается, скажем, наш областной закон, да, вот 160-й, как вы сказали, от федерального? Нет, он не отличается. То есть какие-то дополнения там в лучшую сторону, так сказать, для льготников есть? Увеличено количество граждан, которым услуги могут предоставляться бесплатно, потому что в федеральном законе там только две категории лиц определены. которые могут пользоваться услугами бесплатно. Областной закон эти категории расширил, вот, поэтому мы работаем в соответствии с федеральным, и с областным законом, предоставляем услуги на основании индивидуальных программ, которые разрабатываются в управлении соцзащиты и выдаются гражданам на руки. Ну, понятно, что сейчас все пункты законов мы не будем, конечно, обсуждать, да, просто, может быть, нашим зрителям скажите тогда, где можно ознакомиться с текстами их непосредственно. Ну, за предоставлением индивидуальной программы можно обратиться в Щелковское управление соцзащиты по адресу улица Свирская, дом 14, кабинет номер 6. Там можно получить индивидуальную программу тем лицам, которые хотели бы посетить социально-реабилитационные центры, а также центры, которые находятся на территории нашего района. Это комплексный центр для граждан пожилого возраста, центр семья и центр психолого-педагогической помощи. Конечно же, граждане могут обратиться непосредственно в данное учреждение, и там уже индивидуально рассмотрят пожелания каждого клиента и предложат те услуги, которые оказывают то или иное учреждение. Жанна Альбертовна, мы еще, конечно, поговорим с вами о работе подведомственных вам учреждений, и психолого-педагогического центра, и центра социальной защиты. Сейчас у нас есть один звонок от нашего зрителя. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Ну вот звонок у нас и закончился уже. Как мне сказал режиссер, вроде звонок был по поводу отсутствия льгот в платежках по ЖКХ. Я думаю, к этой теме еще вернемся. Сейчас хочу спросить, вот скажем, социальная карта жителя Московской области. Какие льготы она предоставляет всем ли категориям граждан, кто имеет эту социальную карту, ну и как ее можно получить? Также в 2015 году впервые был принят закон Московской области, который регламентировал бесплатный проезд по территории Московской области. Потому что, ну хочу напомнить, что мы с вами проживаем в субъекте, который называется Московской области. Соответственно, все льготы, которые предоставляются гражданам, они предоставляются в соответствии с законодательством Московской области на территории Московской области. Значит, те категории лица, это пенсионеры, ветераны труда, ветеран военной службы, инвалиды, независимо от группы инвалидности, участники войны инвалидов. Ну, все льготные категории, которые имели право бесплатного проезда по территории Московской области, они его имеют и на сегодняшний день. Дополнительно был определен круг лиц, которые могут пользоваться бесплатным проездом, скажем так, в другом субъекте федерации, это в городе Москве. Это, конечно же, инвалиды-участники войны, это труженики тыла, это инвалиды всех категорий, многодетные семьи. То есть это те лица, которые помимо бесплатного проезда по территории Московской области могут ездить и по городу Москве. Но хотелось отметить еще то, что жители Московской области до города Москвы также могут добраться бесплатно. Это либо автобусами МОЗ Трансавто, либо электричками, которые также до Москвы довезут бесплатно. Ну а вот маршрутки, как мы их называем, да, или коммерческий транспорт автобусный, куда не распространяются? Коммерческий транспорт никогда не распространялся на бесплатный проезд для льготных категорий граждан. Ну, как раз в этой связи еще вопрос такой же, да, в продолжении темы. Пользуемые общественным транспортом существует такое понятие, да, как денежная компенсация тем, кто, например, отказывается от каких-либо услуг. Вот я знаю, очень много, конечно, пенсионеров у нас есть, которые вообще никуда не выезжают, ну или в крайнем случае от дома до поликлиники, что называется. И многие хотят отказаться, скажем, от этой льготы, да. Какие-то денежные компенсации предусмотрены за этот отказ? Предусмотрена денежная компенсация за отказ от проезда региональным льготникам. К данной категории обычные пенсионеры не относятся. То есть здесь дается право бесплатного проезда пенсионеру, но права на, скажем так, отказ и получение денежных средств у пенсионеров нет. Точно так же, как нет такого права у федеральных льготников, у инвалидов. Потому что им эта льгота предоставляется в натуральном виде. Право отказа есть у всех региональных льготников. Это ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла. Ну, тот, кто не первый год этим пользуется, значит, до 1 октября текущего года они могут изменить свое желание. То есть, например, вот если люди, например, на сегодняшний день пользуются социальной картой, а в 2017 году хотели бы получать компенсацию, то они до 1 октября должны подойти к нам и написать отказ от бесплатного проезда. В этом случае с 1 января следующего года мы будем выплачивать компенсацию. Ну, вот вы сейчас вспоминали такую категорию, как ветеран труда. Вот я помню, в давние времена, еще, наверное, в советске было тоже такое понятие, даже медаль выдавали, вот у моей мамы была такая медаль. Я уже сейчас не помню, сколько нужно было стажа проработать и на одном ли месте, по-моему, не так много, что-то лет 30, по-моему, всего 35, и уже после этого, значит, были какие-то льготы. Вот сейчас, чтобы получить это звание, достаточно ли 30 лет проработать или мало? Нет, это, скажем так, стаж не основное условие. Основное условие для присвоения звания ветерана труда – это, конечно же, федеральная награда. Это всегда было, то есть, помимо того, что должен быть стаж, обязательно должна быть федеральная награда. Существует комиссия при Министерстве социального развития Московской области, куда территориальное управление, то есть Щелковское управление, предоставляет документы на комиссию для рассмотрения и принятия решения о присвоении звания ветеран труда, после чего гражданин, достигший пенсионного возраста, то есть женщина 55 лет, мужчина 60, получают право на те льготы, которые прописаны в законе о ветеранах. Ну а вот что имеется в виду под понятием федеральная награда? Это именно вот это звание ветеран труда на федеральном уровне? Есть перечень федеральных наград, которые учитываются при присвоении данного звания. Ну это либо министр Российской Федерации, но надо смотреть. В конкретном случае награды Московской области, они не подходят для присвоения звания ветеран труда. Ну а ведомственные награды входят туда? Нет, и ведомственные награды не входят. Там, скажем, Минобороны, МВД? Ну вот были, скажем так, известные всем 850 лет Москвы награда федеральная, то есть большое количество людей данную награду имеет и получали удостоверение ветерана труда. Ну если есть у кого какие-то вопросы, мы готовы посмотреть данную награду. И если возникают далее какие-то вопросы, мы все равно собираем пакет документов, предоставляем его на комиссию, и комиссия уже рассматривает документы. А вот эта медаль 850 лет Москвы подходит? Подходит, да, конечно. И даже человек может и всю жизнь не работать, что называется. Ну я имею в виду, что когда-то он работал, получил медаль. Одно из условий. Все равно должен быть стаж, конечно, обязательно, да. Ну давайте перейдем еще к одной теме, которая, наверное, тоже волнует очень многих. Это условия получения материнского капитала, он тоже последние годы претерпел изменения и в размере, и в условиях получения, и в возможностях его применения, так скажем, реализации. Вот на сегодняшний день каковы условия? Ну на сегодняшний день материнский капитал, мы сейчас будем говорить о материнском капитале Московской области, то есть есть еще и федеральный материнский капитал, которым занимается управление пенсионного фонда, мы занимаемся тем материнским капиталом, то есть это те средства, это 100 тысяч рублей, на которые дается сертификат, который можно оформить через управление соцзащиты. Начали мы оформлять данные сертификаты с 1 января 2011 года. Срок оформления сертификатов продлен до 31 декабря 2016 года, то есть вот за этот промежуток времени мы приняли 5300 документов на получение данного сертификата. Право на него имеет мама, которая родила второго и последующих детей. Значит, на сегодняшний день можно обратиться либо в управление соцзащиты по адресу улицы Свирской, дом 14, либо в многофункциональный центр, потому что многие функции на сегодняшний день это 48 государственных услуг, которые также можно оформить через многофункциональный центр. Именно те услуги, которыми вы занимаетесь, да? Да. Потому что всего, насколько я знаю, в МФЦ там больше 200 услуг. Ну, я сейчас говорю о тех услугах, да, которые в соответствии с соглашением, многофункциональный центр, мы очень тесно с ними сотрудничаем, они принимают документы на предоставление государственных услуг, в том числе материнского капитала. Для родителей это очень удобно, потому что они оформляют как федеральный, так и областной. То есть все в одном месте они могут оформить. Ну, у нас есть еще один звонок, давайте послушаем, что у нас спросит наш зритель. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я беспокою вас со свежблоски. Меня зовут Светлана Ивановна. Вы знаете, мне в июле месяце будет 70 лет. Имею ли я право получать вот именно сейчас вот эту компенсацию в 700 рублей, которые дают вот 70-летним? Или же, когда мне только исполнится 70 лет? Объясните, пожалуйста. Вопрос мне понятен. Спасибо. С 1 января 2016 года вступил в силу новый закон Московской области, по которому одинокие, малообеспеченные граждане, неработающие, достигшие возраста 70 лет, получают выплату в размере 700 рублей. Поэтому вот в конкретном случае Светлане Ивановне нужно дождаться того месяца, немножко подождать, когда ей исполнится 70 лет. И тогда она может подойти к нам в управление с документами. Это нужна выписка из финансово-лицевого счета, которая подтверждает, что гражданин проживает одиноко. Либо он может проживать с пенсионером. Доход не должен превышать 16 800 рублей. Ну и вот одно из условий – это достижение возраста 70 лет. У меня есть еще один вопрос от нашего зрителя. Мы просто по телефону сегодня получили в течение дня. А вопрос такой, как раз он касается взаимодействия регионов, как мы говорили, что есть федеральные законы, есть региональные, опять же, Москва и область. Вопрос так звучит. Я всю жизнь прожил и проработал в Москве, а за два года до пенсии переехал жить и работать в Подмосковье. По каким критериям мне будут назначены социальные льготы? Ну, во-первых, чтобы мы назначили… Уже по нынешнему, да, место жительства и работы? Да, конечно. То есть любое законодательство, оно предусматривает льготы, по крайней мере, в Московской области, для жителей Московской области. То есть если данный гражданин проживает в Московской области, то есть прописан в Московской области, то, соответственно, он и будет пользоваться теми льготами, которые предусмотрены для жителей Московской области. И неважно, сколько времени он живет в области. Неважно. Наши льготы – неважно. Понятно. Вот, еще давайте, вот эта тема, вот, к сожалению, первый звонок у нас сорвался, как раз касался, насколько, я знаю, льгот по оплате услуг ЖКХ. Я знаю, что есть такая услуга с вашей стороны. Это ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Кому она предоставляется? Ну, льготы по ЖКХ предоставляются, скажем так, многим категориям граждан. Это и региональные льготники, и федеральные льготники. То есть это предоставляется и квартплата, и коммунальные услуги. Здесь в каждом конкретном случае, то есть человек, имея определенную льготу, имеет определенные льготы по квартплате и коммунальным услугам. Значит, вот в этом году, вот буквально 25 февраля, закон принят в Московской области. Ну, сейчас много поступает звонков и в наш адрес, но вот на сегодняшний день пока порядка еще нет, но он будет в ближайшее время, что с 1 января 2016 года будет предоставляться льгота по капитальному ремонту гражданам, которые достигли возраста 70 лет в размере 50%. Но в законе уже прописано то, что человек должен быть одинокопроживающим, неработающим и быть собственником данного жилья. В этом случае будет предоставляться льгота 50%. Вторая категория, которой прописаны также льготы в данном законе, это граждане, достигшие 80-летнего возраста. Это 100%. Но здесь также условие, что человек должен быть одинокопроживающим, он должен быть неработающим и он должен быть собственником данного жилья. Ну вот хотелось бы мне ответить, что на сегодняшний день социальная политика направлена для граждан наиболее незащищенных, чей доход минимален, скажем так, на сегодняшний день. И это дополнительные меры соцподдержки, которые предоставляются вот с 1 января 2016 года. Выплату мы данную еще никому не производили, но она будет произведена с перерасчетом с 1 января 2016 года. Давайте еще послушаем вопросы наших зрителей. Есть еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Есть у нас звонок. Вот сорвался звонок, опять, к сожалению. Но я хочу задать такой вопрос. Понятно, что сейчас очень много ситуаций, когда люди оказываются без работы. Насколько я знаю, в перечне услуг отдела социальных гарантий у вас есть такой пункт, что оказывается адресная материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кто может рассчитывать на такую помощь и каков ее размер, ну и, соответственно, какие документы необходимы, чтобы ее получить? Ну, на данную помощь, она называется экстренной, помощью могут рассчитывать те граждане, чей доход не превышает 11 250 рублей на сегодняшний день. Сюда относятся граждане, которые, скажем так, нетрудоспособного возраста. То есть те граждане, которые уже достигли пенсионного возраста и попали в трудную жизненную ситуацию. То есть это разные бывают ситуации. Но обязательные условия в данном случае – это доход не более 11 300. Но у нас помимо данной помощи, конечно, ситуации бывают разные. Мы, конечно же, заявления принимаем и рассматриваем на комиссии. В каждом конкретном случае это и суммы разные. Мы ходатайство направляем к депутатам для оказания также материальной помощи. Ну, вот я повторюсь, потому что материальная помощь и вообще все виды помощи, которые оказываются, они направлены на малообеспеченные группы населения, которые действительно нуждаются в поддержке и в помощи. Ну, а скажем, вот одинокая мама, да, она трудоспособного возраста, но у нее двое детей на шее, как говорится. Да, она может рассчитывать на какую-то хотя бы разовую матпомощь? Значит, для одиноких мам, которые работают, да, и чей доход, скажем так, не превышает на одного человека, вот на сегодняшний день там 11 300, мама такая может оформить детское пособие на детей. Но при условии, что мама может представить доходы о том, что мама работает, либо она в поиске работы, либо она стоит в центре занятости, как ищущий работу. Ну, трудоспособное население все-таки должно... Само себе помогать, да? Да, у нас, скажем так, категории лиц, которые не могут трудоустроиться, они не могут работать. То есть это либо инвалиды, да, либо это граждане, которые уже достигли преклонного возраста. В этом случае, конечно, все, что предусмотрено законодательством, все эти льготы мы предоставляем. Ну, вот к нам вернулся звонок, мне подсказывает режиссер, давайте послушаем нашего зрителя. Добрый вечер, вы в эфире. И опять у нас проблемы со связью. Слушаем вас. Вот опять сорвался звонок, такой у нас сегодня невеселый день. Но в любом случае, я думаю, что мы вернемся к этому разговору. И напоминаю нашим зрителям, что в гостях у меня сегодня начальник Щелковского управления социальной защиты населения Жанна Пеняева. Напоминаю, телефоны нашей студии 8496, код города 567-1440-567-1450. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что программа идет в прямом эфире. Напоминаю, номера телефонов нашей студии 496, код города 567-1440-567-1450. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня очаровательная Жанна Пеняева, начальник управления Щелковского управления социальной защиты населения. У нас есть уже звонок, вот нам дозвонились во время перерыва, поэтому сразу давайте послушаем, что вас хотят спросить. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. А можно мне говорить? Да, да, конечно, говорите. Значит, это Шумаева Марина Николаевна? Да, очень приятно. Я живу в Момино и являюсь инвалидом первой группы. Да, да, продолжайте. Мне бы хотелось уточнить, помогу ли я презентовать на земельный участок, вот я слышала, что такая льгота есть. Мне очень трудно передвигаться для постройки. Спасибо за вопрос. Жанна Альбертовна, как можно помочь? Ну, к сожалению, у нас нет ни прав, ни полномочий на распределение земельных участков. Поэтому я так думаю, что это, наверное, надо обратиться в администрацию. Законодательством не предусмотрено выделение через Щелковское управление соцзащиты земельных участков. Я готова продиктовать свой номер телефона, по которому можно перезвонить. Мы с вами пообщаемся буквально завтра и уже поможем найти, куда нужно обратиться. То есть, если необходимо, мы выделим социального работника, который поможет представить документы. Ну, тем более, да, что если, как вот сказал, да, жительница Момина, ей тяжело очень передвигаться. Да, да, пожалуйста, запишите номер телефона 56-6-98-03, перезвоните завтра. И мы данную проблему с вами обговорим и решим ее тогда индивидуально. Потому что мы не располагаем земельными участками, и здесь я не могу ответить. Ну, давайте, у нас есть еще один звонок, послушаем, о чем вас спросят. Добрый вечер, слушаем вас. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло, алло. Да, да, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня зовут Валентина Ивановна. У меня вот такой вопрос относительно компенсации за коммунальные услуги по водоснабжению горячему и холодному. Я хочу узнать, кто предоставляет информацию по показаниям приборов учета в управлении социальной защиты. Управляющая компания или же единый информационно-расчетный центр? Спасибо за вопрос. Ну, в данном случае хочу проинформировать, хотя граждане наши знают, между Щелковским управлением соцзащиты и управляющими компаниями заключены соглашения об информационном взаимодействии. В соответствии с данным соглашением управляющие компании предоставляют информацию в Щелковское управление соцзащиты, на основании чего мы производим расчеты льгот различным льготным категориям граждан. Есть управляющие компании, которые заключили, видимо, свои договора с ЕРЦ, здесь я затрудняюсь сказать. А так мы работаем по тем соглашениям, которые у нас есть с управляющими компаниями. То есть можно ли обращаться к вам в этом случае? Льготы мы начисляем по информации управляющих компаний. То есть сперва нужно туда идти? Если есть конкретные вопросы по суммам, что-то, может быть, не устраивает или не совпадает, пожалуйста, по начисленным льготам можно обратиться и по телефону 56-6-9803. Мы можем проверить, все ли гражданином получена вся льгота и что нам предоставляла управляющая компания. Жанна Альбертовна, давайте поговорим теперь о тех учреждениях, которые входят в Щелковское управление соцзащиты населения. Назвали их три основных. Это Щелковский комплексный центр социальной защиты, более известный, наверное, как Центр заботы. Сейчас, правда, он так не называется. Это Центр психолого-педагогической помощи «Янтарь» и социально-репутационный центр для несовершеннолетних семья. Вот как раз первое учреждение, это комплексный центр социальной защиты, в декабре прошлого года, совсем недавно, отметил свое 20-летие. Очень многие поздравляли, была хорошая праздничная программа подготовлена силами, так скажем, посетителей, пациентов, клиентов этого самого центра. Очень долго готовились. Но если можно, чуть подробнее, чем занимается центр в настоящее время? Ну, данный центр уже существует, как вы сказали, более 20 лет на территории Щелковского муниципального района. Под свое крыло с 1 января 2015 года были приняты центром еще два центра, которые находятся в городе Лосино-Петровском и Фрязино. То есть мы обслуживаем не только Щелковский район, но также близ лежащие Фрязино и Лосино-Петровский. На сегодняшний день в данном центре стоит 2100 граждан, которые нуждаются в тех или иных услугах, которые являются и малообеспеченными, и одинокими. Ну и даже не одинокими, но которым необходимы различные виды услуг, которые предоставляются сотрудниками данного центра. Значит, есть отделение дневного пребывания, где ежемесячно могут отдохнуть, ну, либо получить социальные услуги 30 граждан пожилого возраста. В данном отделении, скажем так, очень разнообразная программа. Граждане пожилого возраста могут там воспользоваться услугами и психолога. И есть у нас там тренажерный зал, и компьютерный зал. То есть все эти услуги могут быть предоставлены гражданам пожилого возраста. Кроме того, при данном центре есть комната трудотерапии. То есть всевозможные услуги граждане могут получить, находясь в отделении дневного пребывания. Кроме того, у нас существует отделение по работе с гражданами на дому, которые тоже оказывают большой перечень социальных услуг, который как раз вот и определен 442-м федеральным законом, о котором мы говорили с вами в начале программы. И также есть отделение социально-медицинские, где работают и медицинские сестры, которые могут оказать, ну, некоторые услуги, связанные там, например, с какими-то, ну, скажем так, незначительными... Ну, разовыми, так скажем. ...разовыми услугами, люди, которые лежачие, у которых имеются пролежни. То есть вот такие услуги необходимы некоторым гражданам, и такие отделения у нас тоже есть. Ну, мы вернемся еще к работе центра, комплексного центра соцзащиты. Давайте сейчас послушаем еще один звонок. У нас на связи зритель. Добрый вечер. Слушаем вас. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот если исполняете 50 лет совместной жизни, нужно ли я прощался к вам туда? И какая сумма будет влачаться? Значит, вопрос ваш понятен. Спасибо. Обязательно вам нужно обратиться к нам, либо скажу, что также можно сдать документы в МФЦ, юбилеи, совместной жизни 50, 55, 60 и далее. Мы производим выплату, начиная от 5 тысяч, и далее сумма увеличивается. Пожалуйста, надо обратиться с документами. Это два паспорта и свидетельство о браке. Для того, чтобы эта выплата была назначена. Спасибо, Жанна Альбертовна. Возвращаемся к работе комплексного центра соцзащиты. Все время хочется его заботой назвать. Жалко, что название поменяли. Но вот вы сказали, что основная, одна из главных услуг, это отделение дневного пребывания. Я хочу сказать, что буквально вчера мы побывали там вместе с оператором, и уже даже, может быть, конечно, не для вас. Вы знаете, что это такое. А для наших зрителей хочу показать некое видео иллюстрацию о том, что такое отделение дневного пребывания в Щелковском комплексном центре социальной защиты. Давайте посмотрим. Такие занятия в отделении дневного пребывания проходят практически ежедневно. Общий позитивный настрой и тягу к деятельной жизни у пенсионеров вырабатывают опытные специалисты комплексного центра социальной защиты населения. Отделение дневного пребывания – это наша красота и гордость. Мы очень горды тем, что у нас в районе есть такое отделение. Не во всех районах есть отделение дневного пребывания. Оно рассчитано на 30 человек. Это пожилые люди, инвалиды, те, кто желает вот такой услугой воспользоваться. Здесь у нас организовано питание двухразовое, завтрак и обед, досуг организуемых. Приезжают к нам коллективы художественные. Приходящую каждый день в отделение группы из 30 человек тоже можно назвать художественным коллективом. Им по плечу и танцы, и стихи, и песни. Каждый месяц группа обновляется. Таким образом, за год через Центр соцзащиты проходят 330 человек. И у каждого свои таланты. Те, кто не очень расположен к шумному времяпрепровождению, с удовольствием занимаются рукоделием. Сейчас в моде поделки из бумажных трубочек, которые вполне могут стать памятными сувенирами. А чуть раньше популярны были вязания, вышивка и макрамы. В перерыве между сидением за столом – занятия в тренажерном зале. Без всякой гонки за спортивными достижениями, а исключительно для поддержания тонуса. Кто-то в пожилом возрасте обнаружил в себе способности к живописи и начал рисовать вполне профессионально. А многие приносят в комнату воспоминаний своеобразный музей быта прошлого века, предмет, который становится его экспонатами. Средний возраст тех, кто приходит в отделение дневного пребывания – 75 лет. Хотя, конечно, есть и моложе, и старше. Ну, для нас уже 75 – это не старые люди. И 80 – это не старые люди. У нас тут пары складывались даже, семейные. По-моему, две или три пары. Одну вот я точно знаю, мне уже больше 10 лет вместе. Эти совсем не старые люди готовятся к новым победам. Бываешь в таком центре и сразу хочется жить еще очень-очень долго. Жанна Эльберт, насколько востребована вот эта услуга отделения дневного пребывания? Цифры мы уже знаем, да? 30 человек каждый месяц, соответственно, с учетом одного отпускного месяца, да? Триста-тридцать человек в год. Как желающих много туда прийти? Ну, у нас отделение всегда полностью, скажем так, укомплектовано. Очереди у нас нет. Услугу получают все, кто желает, скажем так. А вот насколько велика ротация, так скажем, контингента? Кто-то возвращается туда или каждый раз новая? Ну, бывает, когда люди посещают два раза в году, но, как правило, это новые группы. Но, может быть, вам вот директор рассказал, Галина Юрьевна, что при данном центре существует клуб друзей. То есть те, кто побывали в отделении дневного пребывания хоть раз и хотят вернуться, то регулярно такие клубы друзей проходят, их приглашают. То есть все желающие могут прийти, пообщаться, поделиться какими-то своими новостями. Ну, просто поговорить, попеть и пообщаться. Потому что я хочу вам сказать, что немаловажно иметь активную жизненную позицию в таком вот, ну, в золотом возрасте, скажем так. Так, выходя в тот же центр, мы видим, что люди преображаются, и в них много энергии. И они ее еще готовы, наверное, передать нам. И я думаю, что нам надо с них брать пример. То есть это люди, которые прошли через многие трудности, но на сегодняшний день они остались жизнерадостными, поющими, читающими стихи, то есть и рисующими. Вы видели, вот какие выставки работают. 80 лет женщине, то есть сейчас уже не 80, а больше, да, начала рисовать 80 лет. Это я вот отчиню, как раз картины мы видели сейчас. Ну, все равно такой, конечно, без меркантильного вопроса не обойтись, потому что это все ярко, красиво. И помимо того, что помимо отделения дневного пребывания и услуги на дому оказываете, вопрос, конечно, такой вот с материальной точки зрения, да, это же все не бесплатно. Категории, кому данные услуги оказываются бесплатно, ну, как я уже говорила, они определены. Это чей доход не превышает на сегодняшний день 12 600. То есть те граждане, которые имеют доход ниже данной величины, они получают услуги в данном центре бесплатно. Какие-то категории граждан получают за частичную оплату, а кто-то получает за полную плату, скажем так. Но все равно данная оплата, мы просто вот разговаривали тоже с директором, при доходах, общих доходах, допустим, в 30 тысяч рублей в месяц пенсионера, максимально... Хороший доход вообще для пенсионера. Ну, есть же и военные пенсионеры, которые имеют хорошие пенсии, но также мы учитываем и те льготы, которые предоставляем. Я говорю о совокупном доходе, да, человека. Вот, и при максимальном наборе социальных услуг, ну, сумма не будет превышать 8 тысяч. Но это... у нас таких случаев нет. У нас на сегодняшний день максимальная сумма, которую оплачивают, ну, даже не будем говорить сейчас об отделении дневного пребывания, а вообще о тех услугах, которые оказываются на дому, ну, не более полутора тысяч. Это вот максимальная. Кто-то оплачивает услуги в размере 100 рублей в месяц, кто-то 300. То есть суммы приемлемые, да. Вполне приемлемые, да, конечно. Теперь давайте перенесемся в другую возрастную категорию, да, вот лица старшего возраста мы посмотрели, как о них заботятся. А теперь, наоборот, молодые, несовершеннолетние. Я имею в виду, конечно, центр социально-реабилитационный для несовершеннолетних на сирене улицы, которая находится... Направление деятельности его какие? Ну, скажем так, данный центр, семья, он охватывает все семьи с детьми. Семьи здесь и неблагополучные, и просто семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Мы такие семьи называем дезадаптированными. На сегодняшний день около 400 семей состоит. В этих семьях около 700 детей, которые нуждаются в той или иной помощи. Активно данный центр сотрудничает со всеми субъектами профилактики, которые работают на территории района, по выявлению раннего неблагополучия. То есть сейчас вся работа центра направлена на то, чтобы не допустить, чтобы семья, попавшая в трудную ситуацию жизненную, скажем так, попала еще в более трудную ситуацию. Поэтому специалистами центра, у нас есть там участковая социальная служба, очень большая работа проводится с данными семьями. Вот пользуясь случаем, хотелось бы сказать, что не каждый, скажем так, может сказать про себя, что вот там такая ситуация, да, вот получилось. Мы иногда получаем информацию от школ, иногда от здравоохранения. И, скажем так, некоторые ситуации сотрудникам центра, специалистам удавалось предотвратить. Потому что по первому сигналу специалисты выходят в семьи и смотрят, подтверждается та или иная информация о данной семье. Различного вида помощь оказывается... Какой конкретный пример, что удалось предотвратить по сигналу? Ну, скажу одно, что вот буквально за короткий промежуток времени удалось закодировать трех мам. Трех мам несовершеннолетних детей. Я думаю, что это большое достижение данного центра, потому что здесь речь идет о детях, которые страдают от, ну, скажем так, неразумного поведения родителей. Большая работа ведется по профилактике здорового образа жизни. То есть по школам проводятся мероприятия с учениками различных возрастов. В центре проводятся мероприятия с теми детьми, которые состоят на учете. С родителями проводится работа и психологов, и специалистов социальной службы. То есть некоторые родители нуждаются, скажем так, в определенного рода опеке и патронаже, чтобы, ну, элементарно иногда необходимо оформить свидетельство о рождении. Этим также занимаются сотрудники центра, они оказывают содействие. И в оформлении, допустим, детских пособий, и медицинских полюсов. То есть спектр работы у специалистов центра очень широкий. Ну, он определен жизнью. Потому что на сегодняшний день есть такие семьи, которые нуждаются в постоянном контроле. И самое главное, в них находятся несовершеннолетние дети, за кого мы несем ответственность. У нас есть не на территории района, а вообще есть центры, которые подведомственны Министерству соцразвития, куда уже в экстренных случаях помещаются дети из неблагополучных семей на время, когда родители находятся в больнице. То есть эта работа вся отлажена. Она также ведется параллельно и центром семья, и управлением соцзащиты. Таким семьям также оформляются индивидуальные программы, где прописываются те услуги, которые необходимы. Но вот хочу отметить, что да, сейчас одно из главных основных направлений – это предупреждение. То есть мы должны работать на предупреждение ситуации. Ну что ж, остается только пожелать вам успеха, вашей нелегкой, но такой действительно нужной работе, в общем-то, для всех возрастов, для всех категорий наших жителей. Большое спасибо, Жанна Альбертовна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Вам спасибо. Если у меня есть минута, мне хотелось бы поздравить всех женщин на земле, скажем так, обязательно жителей Щелковского района с наступающим международным женским днем. Пожелать всем здоровья, мирного неба над головой и поменьше проблем. Спасибо. Ну я тоже, с своей стороны, конечно, присоединяюсь к поздравлениям. Хотя еще целая неделя до праздника, но тем не менее, как раз именно 8 марта программа «Диалог» будет выходная, потому что все женщины будут тоже отдыхать. Напоминаю, что это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»